Добрый вечер! Сегодня, кстати, можно в хорошей компании, в парке отметить сразу две необычные даты. Сегодня день карусельной лошадки и день взаимопонимания. Уж какой праздник вам ближе, решайте сами. Вот на такой позитивной ноте мы начинаем сегодняшний вечер. А помогут мне создать хорошее и музыкальное настроение мои замечательные гости, наши хорошие друзья. Встречайте, готовьте ваши ладоши, великолепные музыканты студии «Драйв», художественный руководитель Андрей Васильев. Ваши аплодисменты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ваши аплодисменты, музыкальная студия «Драйв», художественный руководитель Андрея Васильева. Ребята, здравствуйте, добрый вам вечер. Рассказала я сегодня уже в начале про два замечательных праздника. Вот что вам ближе, день карусельной лошадки или день взаимопонимания? Ну, думаю, чтобы играть такую музыку, взаимопонимание в коллективе полное. Да, полное взаимопонимание. Как насчет дня карусельной лошадки все-таки? Очень интересный день. А что за карусельная лошадка? Я немножко выпал из событий. Ну, вот смотри, вот в детстве каждый катался на каруселях. А детские карусели ассоциируются, ну, первая ассоциация – это вот лошадки, которые так вот вверх в ней скачаются. А, здорово. Давно ты… Это прямо целый день посвящен вот таким вот лошадкам? Конечно. Я думаю, этот праздник заслуживает аплодисментом. Да, для себя открыл этот праздник. Ну, у меня маленькая дочка, два с половиной годика. Пользуясь случаем, передаю привет, поэтому, конечно, это наш день. Будет повод в ближайшие выходные отправиться в парк и совершить вот целое путешествие с этими лошадками. Еще одна дата, на которую я хочу обратить особое внимание, сегодня, вернее, завтра, в замечательный день, в пятницу, под занавес прекрасной трудовой недели, у нас еще одно событие. Завтра отмечается День дизайнера. Если быть более точным, День промышленного дизайнера. Ребят, вопрос к вам такой. Часто ли вы бываете не только музыкантами, но и, скажем так, в роли дизайнера? Да, да, мастерим и придумаем костюмы для выступлений. Я как руководитель студии, вот у меня занимается шесть коллективов. Для каждого коллектива надо придумать, что одеть, как одеть. И мы часто совершаем какие-то походы в магазин, покупаем ткани, смотрим какие-то себе одежду, майки. У нас даже есть человек, с которым мы сотрудничаем, шьет нам вот эти все штуки, придумывает. Так что мы достаточно часто с дизайнерами тесно сотрудничаем. Хорошо. Музыканты еще любят обычно какие-то себе штуки, например, гитары, какие-то сценические арт-объекты. Задекорировать, обклеить стразами, привесить какие-то брилоки. Есть такое дело? Ну вот здесь, допустим, видите, у нас мастер свои такие вот штуки, вот есть небольшие, видите, дизайнерские. Это мастеровые вещи. По заказу музыкальной студии Drive. Да, да, да. Да, так что вот небольшой тюнинг у нас есть тут на гитаре. Отлично. Друзья, сегодня у нас предполагается очень насыщенный вечер. Будем говорить о дизайне, будем мастерить с вами своими руками арт-объекты. Вы тоже можете, кстати, стать участником нашей программы, так как мы работаем в прямом эфире. Наш вайбер уже готов принимать ваши мессенджи, послания и сообщения. Ну а также звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. И вопрос эфира у меня такой. А вы часто бываете дизайнером? Нам будет интересно услышать ваше мнение. Обо всем этом мы даже чуть больше сразу после рекламы, поэтому не переключайтесь. Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире завтра, 29 июня. Не просто очередная дата в календаре, а это, как я уже сказал ранее, Международный день промышленного дизайна. Он стал настоящим праздником для всех творческих людей, которые не только придумывают, но и успешно внедряют в жизнь свои творения. Ну и в нашем городе тоже есть великолепный повод сегодня. В нашем городе, в нашем прекрасном Гомеле состоялось великолепное событие. Открылся первый шоу-рум авторской моды популярного фэшн-дизайнера Людмилы Лобковой. Это достойно аплодисментов. Об этом и не только сегодня будем говорить в нашей студии. Давайте встретим аплодисментами моих гостей. Фэшн-дизайнер Людмила Лобкова сегодня у меня в гостях. Добрый вечер. Людочка, огромное спасибо, что в плотном графике нашла время заглянуть ко мне на огонек. Сегодня у нас директор шоу-рума авторской моды Ксения Полуэктова. Эти аплодисменты вам. Ну и сегодня вместе с нами дизайнеры-ремесленники Тамара Цирюльникова. Ваши аплодисменты. И Дарья Певнева. Здравствуйте всем. Ну и прежде чем приступить к разговору, я бы хотел включить небольшое шоу-эффект в наш эфир. Первый показ моды совсем скоро ворвется на этот импровизированный подиум. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Авторская моды Ксения Полуэктова. Это достаточно специфическое направление. А в чем ее специфика? Не все поймут? Не для всех? В смелости форма. Хотя мы делаем достаточно носимые изделия, очень практичные, я бы даже сказала, с лозунгом и впервые в мир. Но все равно стараемся, чтобы изделия были понятны сразу, что вот это дизайнерская одежда, потому что нет смысла делать одежду похожую на масс-маркет. Поэтому девочкам огромный респект, спасибо вам огромное. Мне приятно иметь таких партнеров и я безумно рада, что я в Гомеле. Ксения, как началось знакомство с Людмилой? Кто кого первое нашел? Ну и, скажем так, сделал предложение о сотрудничестве? На самом деле это была идея моего хорошего друга и партнера Натальи Горбачевой. У нее очень много родственников живут в Минске. И когда она приезжает в гости, видит, в чем ходят минчане, она загорелась этой идеей. Ну почему для нас, почему нам нет, почему не попробовать это сделать в Гомеле? И здорово. И мы долго так обсуждали за чашечкой кофе, смотрели модели, смотрели историю жизни Людмилы и ее коллекции. И вы знаете, решились. Вот на самом деле решились. Но ведь действительно есть такая поговорка, которая существует уже давным-давно, что Минск город первый, но и Гомель тоже не второй. Вот именно. Вот именно. Почему нет? Мы подумали, если мы не попробуем, мы будем жалеть об этом всю жизнь. Поэтому на самом деле. И я очень сильно хочу, чтобы когда-нибудь настал тот момент, когда я перестану слышать от наших женщин, красивейших женщин, ухоженных, классных, вот эту фразу. Куда я в этом пойду? Я надеюсь, что мы донесем вот нашей одеждой, что авторская мода – это мода, в которой нужно ходить каждый день. Выделять свою особенность, свою эксклюзив, свою изюминку, себя как личность преподавать, преподнести. И не ждать определенно какого-то события. То есть каждый день чувствовать себя прекрасно. Людмила, кстати, а Гомель – это какой по счету областной город, где представлена ваша одежда, ваша коллекция? О! Так прям сразу сходу я не могу сказать. Но не первый. А в Беларуси, кроме Минска? Могилев. То есть могилевчанам немножко повезло больше, у них… Я из Могилева. А! Давайте, поддержим область. Поэтому повезло больше, но… Да, не первый, действительно. Хотя, кстати, был у меня здесь партнер в Гомеле энное количество лет назад, когда я только начинала, и прекрасный партнер, но каким-то образом мы умудрились расстаться. К сожалению, человек устал от этого момента. Но я думаю, девочки будут более выдержанные. Я очень надеюсь, что на сей раз у нас все получится хорошо и надолго. Ну, когда-то дороги творческие с Гомелем должны были пересечься. Обязательно. Ну, вот смотрите, есть магазин модной одежды, есть бутики, шоу-рум. Чем принципиально отличается от остальных точек продажи модной одежды? Это креативная площадка. Шоу-рум – это место, куда можно прийти и вдохновиться, посмотреть, примерить, получить консультацию стилиста, обсудить свои проблемы и получить позитивные эмоции. Это больше, чем магазин. Это действительно такой клуб по интересам. Поэтому шоу-рум – это, наверное, более прогрессивная, интересная форма модной индустрии. Или общение с потенциальным покупателем? Само собой. Ксения, не страшно, ну даже здесь, наверное, не столько будет слово «не страшно», а не рискованно ли было завлечь в шоу-рум наших покупателей? Совсем нет. Я уверена, что… Сейчас мы только начинаем. Наши покупатели только пробуют. Они так очень настороженно немножко относятся. Но я уверена, что тот продукт, который мы предоставляем на площадке нашего шоу-рума, а вот это именно общение, положительные эмоции, консультации визажистов, стилистов, у нас мы будем приглашать к себе различных интересных людей. Потихоньку, потихоньку наши люди привыкнут. И наши дамы будут получать от этого удовольствие. Я думаю, это достойно аплодисментов. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Также присоединяйтесь к нашему разговору. И вопрос эфира у меня вот такой. А вы часто бываете дизайнером? Делитесь вашими мыслями? Ну, конечно же, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Сегодня у нас в гостях фэшн-дизайнер Людмила Лобкова, которая приехала на открытие своего шоу-рума, шоу-рума авторской моды в нашем городе. Людмила, а ведь, по-моему, одевать людей – это, ну, скажем так, не только почетно, но и крайне ответственно. Безусловно. Конечно. А как вы думали? Когда я одеваю людей… Ведь от дизайнера, от модельера зависит, как будет человек выглядеть, как… Как он чувствует себя будет. Это настроение. И как восприниматься остальными. Это аура, это мир, это… Даже улыбка на лице зависит от того, как ты выглядишь. Для женщин это первое. На сегодняшний день… Для женщин. Для нас, между прочим, тоже, открою вам большущий секрет. Ой, прям извините. Верю. К сожалению, очень немного одеваю мужчин, но когда работаю с крупными государственными проектами, я с удовольствием работаю с мужчинами. И, кстати, кстати, Гомель, между прочим, в этом вопросе очень знаковый город, потому что мужчин я одеваю именно в Гомеле. Да ладно? Да. То есть что? Моё любимое предприятие Коминтерн, между прочим. Я работала с ними именно с проектом Пхенчхан. Именно Коминтерн разрабатывал в большей степени мужскую одежду для Пхенчхана. Это их разработки. И в том числе сейчас мы работаем с проектом Евроигры, и опять Коминтерн Гомельский работает. Поэтому я сегодня приехала, у меня целый день расписан, и с утра я была на этом прекрасном предприятии. Так что браво, браво, Гомеле, Коминтерн, браво. Раз уж заговорили о Олимпиаде, событии, которые до сих пор многие помнят в красках и в деталях, вам выпала ответственность, честь одевать белорусскую сборную. Расскажите немного об этом. Вот уже девочки представили в начале нашего эфира первое дефиле. Хотела сказать, вот чуть дождалась этого момента, когда мы с вами детально в подробностях поговорим о этой коллекции. Да, первая модель, это как раз-таки тот образец, который был представлен президенту и который был утвержден для национальной сборной. Причем рады были все тому, что было все утверждено без изменений. Поэтому вот это то, в каком виде наша национальная сборная присутствовала на всех официальных мероприятиях, потому что это парадно-гражданская форма для официальной сборной. И кроме того, президент так сказал, говорит, а не дать ли нам это в торговлю? Я согласилась. Но две следующие модели. Это был такой мой ответ на призыв президента видеть в торговле то, что создается для олимпийцев, для национальной сборной. И это как раз линейка для болельщиков, которую я предложила как альтернативу, потому что официальный костюм для приемов его не оденешь каждый день. Да, он был представлен в торговле, но в очень маленьком количестве, для очень ограниченной серии. И уже коммерческую линейку, то, что было на двух следующих девушках, мы представили достаточно широко. И это очень удобный кэжуал стиль, такой между спортом и кэжуал стиль, который сейчас очень любит молодежь, который можно носить и дома, и куда-то выходить. Это очень удобно, очень красиво. Почему мы не можем выглядеть классно? И согласно нашей сборной, точно так же. Великолепно. К любой коллекции должны быть еще и аксессуары. Да. Аксессуары тоже сами создаете или все-таки уже обращаетесь за помощью к тем людям, коллегам по фэшн-цеху, которые на этом специализируются? Я во всем полагаюсь на своих коллег, которые специализируются в той или иной области. И абсолютно доверяю их мнению и их разработкам. Знаете, признаюсь честно, я, как правило, вот такие проекты срабатываю на разработках своих коллег, потому что приходить со своим самоваром в Тулу – это просто противоестественно. Точно так же, как дизайнеры коминтерно «Лучше меня знают, что нужно мужчинам», здесь я срабатываю как стилист в большей степени, детально дорабатывают они им за это спасибо. У нас сплоченная команда и абсолютное доверие друг к другу. Точно так же аксессуары выполняют белорусские предприятия и дизайнеры этих предприятий. От этого вот после Пхенчхана все сказали, мы всегда с тобой, мы с тобой работаем, потому что у нас не возникло проблем, у нас не возникло недопониманий. Я доверяю им, они доверяют мне, мы вместе решаем, и у нас все быстро и легко получается. Вот сейчас я хочу прервать ненадолго нашу беседу, потому что буквально после небольшой паузы вы же, наверное, уже познакомились с нашей своей паричкой. Ха, я тут с другом. Да ладно! Да, да. Вот так. Вот после небольшой паузы будем знакомиться с теми, кто для вас эксклюзивно этого друга изготовил. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Завтра Международный день дизайнера. Ну, конечно же, мы сегодня говорим о красоте, об одежде, об аксессуарах и о тех людях, которые это все создают. Сегодня у нас в гостях Людмила Лобкова, которая в Гомеле открыла сегодня свой шоу-рум. Ну, и, конечно же, располагается он на улице Иринской, где уже расположилась своя полишка, предприятие, арт-объекты, которого многие гомельчане и гости нашего города успели оценить. Ну, а у нас сегодня дизайнеры, ремесленники Тамара Цирильникова и Дарья Певнева. Давайте им еще раз поаплодируем. Дарья, сегодня у нас здесь настоящая мастерская расположилась. И, вы знаете, пригласила вас не просто так. Во-первых, познакомиться с вами поближе, увидеть вас поближе, увидеть ваши работы поближе. Когда это все видишь на витринах той же своей полички, такое ощущение складывается, что это очень, знаете, штучный товар, который безумно дорого стоит, и сделать это крайне трудно. Расскажите, я так понимаю, по большому счету это качественный хендмейт. Да. Хорошо. Давайте начнем с того, что можно сделать своими руками, например, из того, что завалялось или давно не используется в домашних условиях. Такого плана украшения создаются из ювелирной проволоки и усин, страз и все, что вам понравится в тех цветах и в тех композициях, которых вам бы хотелось. Стоит попробовать, это очень сильно увлекает. И потом уже небольшие какие-то формы перерастают вот в такие изделия. Хорошо. Тогда давайте определимся, что же мы сегодня в прямом эфире, в режиме онлайн будем изготавливать. И сразу вопрос, это под силу всем или это должны быть золотые, как говорится, руки? Я думаю, главное желание, творческий подход, художественный вкус. И я думаю, получится у каждого. А сегодня прямо в эфире мы сделаем тоже вот из проволоки, из бусин, такое небольшое украшение, закрепим его на шпильку, и будет наглядно, понятно, что это сделать легко, просто и интересно. Отлично. Тогда давайте сделаем так. Вы приступайте к работе, мы вас поддержим аплодисментами. Периодически я буду интересоваться, как же продвигаются ваши дела, а вы мне будете показывать различные этапы, на которых я застану в тот или иной момент. Окей? Еще раз, давайте аплодисменты вам. Тамара. Так скажите, вот с вашей точки зрения, что же такое хендмейд и почему он так популярен сегодня? Ну, мне кажется, хендмейд это состояние души. Когда вот хочется что-то сделать своими руками, подарить, допустим, хотя бы просто вот в наше время вроде как дороговато все, все. Кто тут взял там каких-то тряпочек, каких-то лоскуточков и что-то красивое соорудил, подарил близкому человеку или другу. То есть, во-первых, это будет теплота твоих рук, теплота твоей души. Подарено. Ну, человек будет знать, что это единственный в мире экземпляр. Больше такого нет. Вот это хендмейд, наверное. Но единственный в мире экземпляр. Я так понимаю, что по большому-то счету он и оцениваться должен как единственный в мире экземпляр. Ну, есть мастера в мире, которые, да, очень хорошо оцениваются. Вы знаете, некоторые сравнивают занятия хендмейдом какой-то своеобразной медитацией. Вы согласны с этим? Да. Иногда вот просто садишься и окунаешься вот в этот мир, делаешь, допустим, куклу, даже вплоть до того, что с ней разговариваешь и забываешь обо всем. Самое интересное, что вот повторить свое изделие, ну, точно, ни один мастер не сможет, потому что в какой-то момент рука дрогнет, и она все равно сделает свою улыбку и свое подмигивание, и получится такой, какой она хочет. Вот. И общение вот со своими изделиями, ну, вот я, допустим, когда занимаюсь валянием, это вот берется клок шерсти и такой иголочкой вбивается вот такой вот мишка, как скульптура вот, да. Это вот делается из клока шерсти бесформенного, тонкой иголочкой. Спасибо вам этому чудесному медведю. Ну, знаете, эксклюзив, это ваша работа. Да. Ну, у любого эксклюзива должно быть какое-то имя, тем более у этого медведя. Его как-то зовут или... Потапыч. Потапыч. Да. Аплодисменты Потапычу. Так вот, у меня, допустим, никогда в жизни я не оставлю вторгнутую иголку в неоконченное изделие. То есть это приметы такие есть еще? Нет. Это просто, когда я уже начинаю, вот когда вырисовывается образ, это уже для меня живое. Туда уже... Вот оставлять его с иголкой нельзя. Скажите, а, собственно говоря, с чего все началось? Вот помните тот момент, когда вы решили, что это занятие для вас, и у вас это хорошо получается? Ну, вообще, когда у меня родилась двойня, а это было в советские времена, было очень тяжко, с игрушками, с вещами, все. Я как-то вот взяла и начала делать кукол, одежду. Потом как-то это все забылось. Потом у меня был магазинчик небольшой такой с детским товаром. Мне понадобились манекены. Ну, они стоили достаточно дорого. Я думаю, а что я сама сделаю? Сделала две куклы, одела, и тут получается, что одежда не нужна. Все спрашивают, сколько стоят ваши куклы? Какие шикарные куклы? Продайте нам кукол. Я думаю, а что, если начать делать кукол? Ну, если людям так нравится. Вот и 10 лет я уже делаю куклы. 10 лет. 10 лет. Если я правильно понимаю, то ваша специализация это текстиль и это изготовление вот таких вот милых потапочей. Я вообще недостаночница. Вы знаете, мне хочется делать из всего. И фоамиран, и валяние, и текстиль. И вот сейчас мне так гончарное искусство очень нравится. Да ладно? Да, я вот мужу говорю, хочу вот гончарное. Только не это, пожалуйста. А устави только эта грязь, эта глина, ты будешь ходить вся мурзатая, не надо. Вы бы ему ответили, ты тоже. Ну да. Ну в основном, да, мое любимое это валяние и куколки примитивы, они предоставлены здесь. Ну вот Дарья у нас, я так понял, специалист по бисеру. С бисером никак не... Делала. И бисер тоже. Заколочки делала. Да и вообще на вот этих кукол надо все. И фоамиран, и украшения делать, и с кожей работаешь. То есть, ну... Ну, смотрите, хотелось бы тут рассмотреть такой момент. Вот я уже из Дарьи попытался его затронуть. Как правило, дома очень много ненужных там и тряпочек, и кусочков кожи, и чего-то еще. Вроде бы и выкинуть жалко. И что-то с этим надо сделать. Но иногда не достаёт фантазии, что с этим... Не хватает фантазии, что придумать. Что посоветуете? С чего начать? Вот куклы примитивы, допустим, вот они предоставлены. Это всё вот можно сделать из вот этих вот лоскутков. Она и называется примитив. То есть вообще существует такое, ну, как бы легенда, что мама американская вот сделала ребёнку куклу из вот всяких тряпочек ненужных. Бросила на чердак потом, когда они наигрались. Лет через 30 её нашли и сказали, «Ах, это же какая кукла!» И так её назвали, чердачная кукла примитив. Вот эти вот лоскоточки, вот эти вот кожи, это вот всё можно сделать вот такую куклу. Вы так просто говорите, всё это можно сделать? Это очень просто сделать. А тем более сейчас существует интернет, где можно выкройки найти, можно, ну, всё можно найти в интернете и применить это. Скажите, а вас много таких? Мастеров, которые вот создают этот эксклюзив? Именно вот примитивов или вообще? Да всего. Мастеров с золотыми руками, я имею в виду. Вы знаете, что да, много. Вот раньше, когда я только начинала, я не думала, что у нас в Гомеле вот столько мастеров. А когда вот благодаря Лилечке... Кстати, у нас в гостях сегодня директор каворкинг-центра мастеров и ремесленников Лилия Калюжная. Давайте встретим аплодисментами. Лилия, а как пришла идея объединить вокруг себя вот всех таких чародеев, я бы сказал? Ну, идея пришла ровно год назад. И объединить вокруг себя творческих, интересных, классных, позитивных, креативных. Мне пришла, когда я захотела, ну, быть такой же, скажем так. Ну, а чтобы быть таким же, нужно прежде всего окружить или общаться с такими же людьми. Поэтому мой магазинчик на Иренинской, который в тот момент освобождался от арендаторов, я решила занять сама и предложить мастерам и ремесленникам нашего города попробовать разместиться у меня по той же схеме аренды полки, по той же схеме аренды, но уже как аренды полочки, что каждый мастер отдельно снимает полочку, и это их маленький магазинчик. По сути, вот на сегодняшний день получилось то, что получилось. Это порядка 120 мастеров прошло через наш магазин. Кто-то остался, кто-то нет, но точно я наполнилась. И действительно это необыкновенная схема. Скажите, вот в большей степени это хендмейд, изготовление таких вот милых арт-объектов. По большей степени это мужское или женское занятие? Я бы сказала пополам. То есть вообще много женщин. Много женщин, которые просто творят, не работают, ищут себе работу, ищут себе применение, может где-то самозанятость. Я просто от Тамары не ожидал услышать, что у нее есть, да уже не тайное желание, стать, попробовать работу с глиной, сесть на гончарных руки, я так понимаю. Ну и мужчин достаточно. То есть мужчины у нас, конечно, работают с металлом, и гончары. Но опять же, гончарам, у всех гончаров есть чудесные жены, которые наравне с ними трудятся, творят. Я слышал, вот сейчас вы подтвердите, и если это правда, то разовьем эту тему, что вы решили улицу Ириненскую сделать прямо одним, скажем так, глобальным проспектом, где соберутся все мастера Гомеля области, а может быть и... Точно. Вот это моя такая вот надежда, мечта, идея, потому что улица очень классная, и я считаю как-то незаконно забытая, потому что здесь находятся и памятники архитектуры, и памятник нашей уважаемой Ирине Паскевич, покровительнице образования и культуры нашего города, а сам памятник от благодарных жителей. То есть, по сути, сейчас вся жилая территория на первых этажах тоже выкуплена и переведена в коммерческую недвижимость. Рядышком находится городской центр культуры, где постоянно проходят разные мероприятия, куда посещают именно люди на эту улицу, идут за культурой. То есть, если я правильно понимаю, это будет своего рода арбат в Гомельске. Да, точно. Давайте поаплатируем эту идею. А ведь вы еще творчеством, арт-объектами, ремеслом, вместе с вашими мастерами также присоединяетесь к большой акции, которая объявлена в нашей стране, не на один год, год малой родины. Расскажите подробнее, какую часть его там занимаетесь. Это очень здорово, очень классный посыл президента, вот именно в той части, что малая родина – это действительно та основа, основа каждого государства. То есть, то, откуда мы родом. Но это не обязательно город, не обязательно деревня, не обязательно просто семья. Но это, наверное, улица в том числе. То есть, улица, где ты растешь, улица, с кем ты общаешься. То есть, это люди, которые наполняют улицу творчеством, какими-то работами, какими-то объектами. И наша улица Ириненская, наверное, как образец того варианта творческой улицы, творческой родины. То есть, ну вот, не просто так она Ириненская, потому что она была вообще первомайская, правильно? Был кусочек Ириненской, именно наш. Теперь это уже вся улица Ириненская. И считаю, что малая родина – это как бы каждый человек. И вот если каждый из нас будет радоваться тому, что живет в Белоруссии, тому, что одевает, носит белорусское, тому, что делают белорусы, покупает эти изделия, то, конечно, здорово. Мастеров, конечно, это достойно аплодисментов. Мастеров, в вашей поличке уже достаточно большое количество. Каждое привносит свой эксклюзивный талант, свой эксклюзивный продукт, свои арт-объекты. Скажите, а вы пробовали, что вы делаете своими руками? Нет, я руками не... Я разводить могу руками. То есть, а никогда не было желания тоже вместе с мастерами взять, вот как у нас сегодня Дарья делает, вот какие-то вот эти вот штучки? Вы знаете, нет, я как-то все время вот смотрю и думаю, какая молодец. Вот мне хочется о ней рассказать. И думаю, вот если интересно вот ее, и вот еще вот с... А расскажите про Дарью. Ну, Дарья у нас большая умница. Это тот вариант ремесленника, который сам себя продвигает и четко знает, зачем он пришел и на свою поличку, или вообще зачем он вот это творит. То есть, ее изделия востребованы стилистами свадебной моды, поэтому она их собирает, собирает, собирает бесконечно. То есть, она и так продается. Но она пришла на свою поличку, арендовала полку, потому что считает, что ей нужно заниматься творчеством, чтобы за изделиями, во-первых, приходили прямо в магазин и очень просто направлять к нам. Там, где есть ее изделие, можно прийти, посмотреть, купить. Или просто посмотреть и заказать в другом цвете. Или просто померить. Ну и сама она ведет продвижение. То есть, не просто оставила изделие на полочке, но и как бы сидит там дома и ждет. Она сама и размещает, и направляет, и так далее. То есть, активную работу ведет... Аплодисменты Дарья. Даша, давайте посмотрим, что уже сейчас получилось. Вот мы создаем такие веточки. Это вы уже за время, пока мы тут разговаривали, вы уже накрутили таких веточек. Желательно, чтобы в готовом изделии они были разные фактуры. Вот хрустальные, жемчужные. Мы потом туда добавим вот такие еще красивые стразы. А потом уже, когда будет набор у нас этих веток, своего рода букет. В завершении эфира мы увидим уже новый эксклюзивный арт-объект. Да. Еще раз вам аплодисменты и вашему мастерству. Друзья, наш эфир продолжается буквально через несколько мгновений. В этой студии нас с вами ждет еще одно дефиле. Дефиле одежды от Людмилы Лобковой. После поговорения и про коллекцию, и про должное общение с нашими гостями. Не переключайтесь. Это сразу через несколько мгновений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поаплодируем нашим моделям, поаплодируем этой коллекции, поаплодируем музыкальной студии Драйва Андрея Васильева. Браво, маэстро! Людмила, если я правильно понимаю, это одна из недавних коллекций, которая была создана под вашим четким руководством. Расскажите немного о ней. Это коллекция весны-лето 2018 года. То, что мы сейчас видели, это эксклюзивные модели. Мы как раз решили, коль это добрый вечер Гомель, поставить такие вечерние модели, чтобы порадовать глаз вечерних зрителей. То есть, получается, у нас только что была премьера? Ну, не так, чтобы премьера. Это коллекция не... В Гомеле, да? А, но мы уже показали, как раз таки во время открытия магазина, поэтому гомельчане уже видели эти модели. Эта коллекция демонстрировалась не так давно в Минске, совместно с Джорджо Фабиани. Ну и, собственно говоря, она участвовала в выставке Дюссельдорфа. Поэтому, в общем-то, коллекция не совсем новая, но для гомельчан и для минчан, кстати, в том числе, это новая коллекция. Вы уже успели немного, наверное, погулять по городу, посмотреть. Как одеты наши люди, какие в гомеле живут люди, на ваш взгляд, на ваш профессиональный взгляд. Как одет гомель? Ой, какие вопросы вы провокационные задаете. Да ладно, мы вас поддержим аплодисментами, и все нормально. Спасибо. Очень по-разному. На самом деле, очень хотелось бы видеть больше яркой молодежи. Хотя гомель меня удивил тем, что очень много модно одетых людей. Поэтому браво, гомельчане, прекрасно. Я думаю, что вместе с девочками и с таким арт-проектом большим мы продвинем вкус гомельчан в лучшую сторону. И те, кто еще не успел модно одеться, приходите к нам, и мы поможем. И добавим красок в наш город. Работа со многими известными белорусскими, не только артистами, в частности, с певицей, телеведущей Ниной Богдановой. Работа со многими телеведущими, моими коллегами на других белорусских телеканалах. Вот трудно ли найти ту грань между пожеланием заказчика? Все-таки давайте будем честно смотреть, медийные люди, они достаточно по-хорошему капризные. Вот трудно ли найти ту грань, чтобы и заказчику понравилось, и вы были удовлетворены как производитель? Мне кажется, это в большей степени зависит от того, насколько с человеком есть близость вкусов и взаимопонимание. Да, иногда бывает очень трудно, но зачастую, знаете, мы пришли, настроились друг на друга и все сделали. Мне зачастую легко работать, мне интересно, потому что телевидение и шоу-бизнес это такая сфера яркая, специфическая, да, мы всегда учитываем работу камер, цвет студии и так далее, и для меня всегда трудности создают больше интереса. Как для художника, как для дизайнера, как для творца, ну и в принципе я люблю вызов. Для меня это некий драйв. Для меня это всегда то, с чем, если ты уже сработал, и сработал удачно, то ты можешь себя за это уважать. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Я слушаю вас, у меня складывается ощущение, что вы не создали себя, вы родились уже дизайнером, фэшн-дизайнером. На самом деле да, так и есть. Я не помню себя другой, я другой никогда не была, я всегда была такой, я резала тряпочки. Да, вот, кстати, посмотрите, во что играют дети, да, это будет влиять на их жизнь. Я всегда создавала что-то, я мастерила, я резала тряпочки, я рисовала куклам одежки, кстати, под заказ. Да ладно? А кто были первые заказчики? В детском саду подружки детского сада были моими первыми заказчиками, причем я со знанием дела, я помню, рисовала капсульные прям коллекции тематические, так это для театра, там для балета, это вечернее платье, это каждодневное, то есть у меня все было систематизировано. Я родилась промышленным дизайнером, я и сейчас очень люблю дисциплину, систему и четкий план действий. Хорошо, но все-таки я хочу вернуться к началу, Людмила Лобкова, начало. Хорошо, кусочки ткани, платьюшки для подружек под заказ. Что было первым? Помните ли первую порезанную штору, первое порезанное маминое платье? Ремень помню, ремень помню, ремень на моей попе я помню. С пряжкой. Со звездой. А теперь об этом можно честно рассказать, да еще и под аплодисменты. Первую коллекцию, помните свою? Да, конечно. Как она создавалась? Первая коллекция, кстати, это была креативная коллекция для проекта телеканала «Беларусь-1». Это был проект «Мамонт», и он был очень раскручен, он очень креативный, такой, он собирал всех дизайнеров страны, молодых и тех, кто интересовался модой и выражением себя. Это как раз был тот творческий проект, из которого вышло очень много белорусских дизайнеров, которые начинали в этом проекте. В следующем, вот ровно через год я поступила в Академию, и это был проект «Мельница моды». И опять же, первая моя коллекция была достаточно креативной, из необычных материалов. Это были шнуры, из которых я соткала вручную сделанную ткань. Все это отделала пластиковыми элементами, и для меня это был такой достаточно удачный дебют, потому что эта коллекция, одна из первых, которая была вывезена за рубеж, показана на большом подиуме Берлина. Вот такой мой маленький успех. Вот продолжая тему работы с артистами, телевидением, с шоу-бизнесом, вот вы уже познакомились с творчеством наших прекрасных музыкантов. Вот как бы вы одели их? Можно вот сейчас так вот небольшую импровизацию? Какая цветовая гамма? Я, кстати, как-то была, как-то назвать, в жюри «Звездного ринга», вот, и как раз рассуждала по поводу того, как одеты музыканты. Я скажу, всегда предпочитаю больше видеть вот такие образы молодежные, драйвовые и совершенно ненавязчивые, нежели что-то вычурное и выдуманное, неестественное. Поэтому, знаете, мне кажется, для молодежи лучше всего не выдумывать. Вот вы классно выглядите, вот так, как нужно. Знаете, я тоже сегодня вот с утра в Минске надела этот походный костюмчик, кеды, а потом подумала, так почему нет? Это же нормально. Я такая вся такая динамичная и, наверное, более близка буду к зрителям нашего показа, нежели я встану в вечернем платье на каблуках. Поэтому, ребят, вы классные, и вы нам близки, и вы близки своим зрителям. Такими и оставайтесь. Здорово, спасибо. Ваш образ супер. Спасибо. А какую одежду носите сами? Разную. Я вот о чем. Либо Людмила Лобкова для себя же создает тот или иной лук, либо вы просто идете в магазин, вот то, что понравилось и купили. У меня это бывает по-всякому. Ну, в основном, конечно, я ношу свое. Почему? Потому что для меня важно прочувствовать. И как раз первые образцы я ношу сама. Все это на себе пробирую, вижу реакцию и потом только запускаю в производство. Поэтому я могу сказать, что я свой самый первый клиент. В следующий момент я очень люблю изделия своих коллег. Я с ними дружу, я люблю то, что они делают, я их понимаю. Я очень люблю прикупить вещицу из коллекции подиумной у своих любимых подруг. Кроме того, иногда у меня случается какая-нибудь юбочка, я не люблю шить майки, потому что они есть в любом магазине. И я могу заскочить в тупо рядовой масс-маркет и прикупить к своей эксклюзивной, иногда даже супер-дизайнерской юбке, прикупить обычную майочку в магазине. То есть у меня это бывает по-разному. Я сегодня увидела роскошный клатч от белорусского мастера, гомельского, и обязательно его приобрету. Кроме того, хочу, чтобы эти клатчи продавались в моих магазинах в Минске. Вот, поэтому для меня вот это вот, так сказать, раз и любовь случилась. Вот эти лисы, это просто вообще супер. Давайте еще раз поаплодируем лисам. Я вам скажу больше, на вас этот лис великолепный гармоничный. Да мы вообще родные. Посмотрите, мы в едином стиле. Лисницы сестры, ну или это... Да, да, я такая же рыжая. Я уже немножко косвенно затронул сегодня эту тему и все-таки продолжу. Познакомился с вашими коллекциями и где-то на показах, и в интернете. И вы знаете, сильная половина человечества, то есть мы, мужчины, парни, мы опять обделены и ущемлены. Понимаете, к чему я? Подкатываете. Я вижу. Почему не шьете для нас одежду? Я одеваю чистый голос. Где красивая одежда? Ну, извините, чистый голос, а не на сцене. Это лицо страны. Безусловно. Все, ко мне нет претензий. Ну, все-таки я задаю этот вопрос от лица практически всей мужской части, которая по ту сторону экрана. Но мы же тоже хотим быть каждый день красивыми, а не так, как чистый голос, только на сцене. Чистый голос, мы тоже их любим и уважаем. Несколько раз были они в этой студии, пели, и все прекрасно. Они тоже наши друзья. Но в массы, когда пойдет коллекция для мужчин от Людмилы Лобковой? Я бы сказала, что в большей степени я склоняюсь к тому, чтобы в массы пошла коллекция для мужчин. Людмила Лобкова by Коминтерн. Вот это было бы, на мой взгляд, то, что нужно. И, наверное, правильно. Хотя еще более я хочу, чтобы Коминтерн вывел свои изделия эксклюзивные не только на подиумы, но еще и в торговле и показал мужчинам. Поэтому если вдруг это предприятие захочет сделать свой показ, то я буду активным участником и помогать. Я просто к чему. Вот у нас сегодня открылся шоу-рум, там представлена женская одежда. Каждая барышня может зайти, приобрести себе то или иное изделие и красиво пойти дальше украшать мир. Вот нам тоже хочется зайти, просто вот купить ту или иную вещицу, которая понравилась. И все, и мы впереди планеты всей. Обещайте, что когда-нибудь так произойдет. Обещаю. Вот вам не могу не пообещать. Я с вас-то и начну. Да ладно. Да серьезно. Вот все. Ну хорошо. Александр будет первый. Друзья, мы договорились. Это произошло в прямом эфире в программе «Добрый вечер, Гобель». Вы упомянули, что ваши творческие пути пересеклись с легендарным Джорджио Фабиани. Пересеклись. Рассказывайте детали. Как произошло это знакомство? Кто первый? Это прям судьба. Прям судьба. Вот стоим мы с ним рядышком, вот стенды в Дюссельдорфе на выставке, вот в этом феврале. Смотрим друг на друга и понимаем, как мы друг к другу подходим. Мы как раз искали обувного партнера и смотрели креативные бренды, немецкие, итальянские. Но нам маркетинг в Фабиане сказали, что они закрывают свои магазины в Минске, и мы подумали, это как так? Столько любительниц и поклонниц этого бренда, и вдруг закрыть магазины. И мы решили все-таки оставить Джорджио Фабиани себе. Он нам родной, на самом деле прекрасный художник, мастер, человек. Я поражена и прям влюблена в него. И знаете, мы сейчас отработали показ, и наконец-то белорусы смогли через прессу близко пообщаться с Джорджио. И я думаю, что он станет нам еще ближе. И у нас большие планы. Мы открыли магазин в Минске совместный, и очень хочется надеяться, что в какой-то момент Гомель соблазнится поработать с этим брендом и добавить в свою творческую мастерскую, в свой шоу-рум изделия Джорджио. Рассказывайте, где же вы находитесь? Мы находимся на улице Ирининская, 16А. Рядом с магазином своя поличка. И у нас, я хотела бы добавить, что у нас первый в городе шоу-рум, в котором представлено, ну, вообще первый в городе, но в том числе. Мы первые в городе Гомель представляем дизайнерскую одежду, фэмили-лук. Именно дизайнерскую от дизайнера. То есть у нас не только женская одежда, но и детская для маленьких девочек. Это на самом деле здорово, красиво смотрится. Вот на показе сегодня можно было в этом убедиться. И я очень надеюсь, точнее даже я уверена, да, мы уже привезем сюда в Гомель коллекцию школьной формы. Да ладно! У нас, да, коллекцию школьной формы, бесподобно классную, хорошие натуральные ткани, все такое. Ну, я как мама девочек понимаю, что там все продумано до мелочей, чтобы ребенок сам мог раздеться, одеться, нигде ни замочком, ничего такого. Ну, в общем, классная коллекция, бесподобная. Мне она очень понравилась, поэтому, Гомель, приходите. Улица Ирининская, 16А. Мы всегда вас ждем. Мы работаем с 10 до 8 вечера ежедневно, без выходных, без обедов. И всегда рады. Ну, а под ваши аплодисменты я еще хочу сообщить следующую информацию, что шоурум «Авторская мода» — это официальный партнер телеканала «Беларусь 4». Скоро все наши замечательные ведущие выпусков новостей будут одеты именно в одежду из вашего шоурума. Давайте этому событию поаплодируем. Пожалуйста, гости тоже, гости тоже. И гости наши сегодня тоже представляют вместе с собой, с собой, эти замечательные коллекции. Ну, и сегодня Людмила Лобкова у нас в гостях. Хоть аплодисменты вам. Спасибо. На ваш взгляд, вот чего не хватает в белорусской моде? Хорошего маркетинга не хватает. Не хватает работы с прессой. Очень не хватает. Не хватает профессионалов, не дизайнеров, а именно профессионалов в сфере журналистики. Разве у нас преподают где-то в университетах журналистику моды? Нет. Этого нет. Точно так же, как в маркетинге моды у нас тоже нет. И это большая проблема, и это такое упущение, которое восполнить получится еще очень нескоро. Поэтому белорусская мода еще в ближайшее время, я думаю, будет прихрамывать на все четыре ноги. Ну, когда-то все должно измениться в лучшую сторону. Ведь жизнь как полоса, белая полоса, черная. Как партикульт пеху, а вот вам все время по белой полосе есть такое. Спасибо. На самом деле, да, хочется надеяться, что тоже БГУ или ведущие университеты страны пересмотрят этот вопрос и поднимут этот вопрос. Потому что действительно не хватает специалистов, либо мы начнем привлекать специалистов извне, из-за рубежа. Но индустрия моды – это все-таки не только дизайн, не только производство. Это много чего. И я скажу, что, между прочим, все шоу-дефиле, именно которые являются в неделях моды, либо отдельно делаются, они делаются для прессы. Я скажу, что, наверное, 90% успеха именно моды, модной индустрии в подходе и в работе с прессой. Потому что именно пресса доносит до покупателей, до потребителя всю красоту и всю мысль дизайнера, которая заложена в одежде, представленной на подиуме. И уже на основе этого работают байеры, работают продавцы, закупщики и так далее. То есть уже работает маркетинг, который продает одежду. Это такая командная работа, которую нужно делать вместе. Мы пока еще этого не умеем. Я столкнулась с проблемами продаж во время работы с коллекциями Пхенчхана. Мы сделали все прекрасно, но продать было сложно, потому что не было желания этого сделать. И пришлось практически плыть против течения. Когда вот белорусы, мы все кем-то работаем, придем к тому, что нужно продвигать свое, нужно свое любить. И нужно работать всем вместе в команде, а не быть элементами противостояния. Вот тогда у нас все будет хорошо. Нам нужно продвигать вот этот вот бренд Made in Belarus, и тогда у нас появится индустрия моды. И я думаю, что сегодня этим добрым вечером у нас это получилось и достаточно удачно. Давайте подкрепим это аплодисментами. Спасибо вам. Есть еще один элемент. Я хочу обратиться сюда, в нашу импровизированную мастерскую. Ну, эфир вот-вот уже закончится. Давайте же представим, что у нас получилось. Вот такая легкая, нарядная, элегантная шпилечка. Ее можно вколоть не только невесте. Я думаю, даже под легкий летний образ. Собрать волосы красиво. Она украсит очень вашу прическу. И заметьте, на создание этой красоты ушло ни много, ни мало, ну минут 25-30, наверное, да? Ну да. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Возвращаясь к сегодняшнему вечеру и к завтрашнему дню, позвольте мне поздравить вас, дорогие мои любимые дизайнеры, с завтрашним праздником профессиональным, с Международным днем дизайна. Поздравить всех вместе и каждого в отдельности. И поблагодарить за то, что сегодня вы заглянули к нам на огонек. Людмила, отдельное спасибо вам за то, что нашли в вашем плотном графике время и приехать на открытие шоурума и заглянуть ко мне на добрый вечер. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Эти аплодисменты всем завершает наш вечер прекрасная команда, музыкальная студия «Драйв», художник-руководитель Андрей Васильев. Давайте, ребят, еще раз заступаем аплодисменты. Мне же остается добавить, что завтра будет новый вечер, он обязательно будет добрым. А также ищите нас в соцсетях и предлагайте, сообщайте, о чем вы еще хотели поговорить одним из добрых вечеров. А на сегодня все. Удачи, всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok